Виктория спрашивает, в одном из видео вы говорили, что к НЛП относитесь отрицательно. Вы можете пояснить более подробно, что не так? Меня интересует не в разрезе манипуляций других, а применение НЛП для управления собой. И Алексей тоже спрашивает. Доброе утро, благодарю вас. Несет ли пользу положительный эффект холотропно? Нет, тут, наверное, про холотропное дыхание и еще меридианное постукивание. Но он разные техники спрашивает, про НЛП тут нет. Наверное, я ошиблась. Но, тем не менее, Кригорий, НЛП. У каждой техники есть морально-нравственная база. Морально-нравственная база НЛП – это паразитизм. Понимаете, если вы начинаете использовать паразитизм, то он рано или поздно начинает действовать на вас. Есть такие вещи, которые нейтральны, например, как нож. Если я ношу как бандит, это проблема. Но ношу как домохозяйки – это способ порезать овощи, например, салат. Есть вещи нейтральные, которые не являются непорошим. А есть вещи, которые паразитические. НЛП – это паразитическая система. Использовать что-то паразитическое во имя добра очень сложно. Есть магия, которая в зависимости от использования может становиться либо черной, либо становиться белой. Либо быть натуральной, как положено. А есть вещи, которые созданы были как паразитизм. Использовать паразитические вещи для того, чтобы творить добро – это практически невозможно. Практически невозможно. Чтобы как-то это все-таки делать, нужно быть магом. Если вы хотите балансироваться, то есть огромное количество техник. В технику йоги, в суфизме, в зраастризме, в видизме, в дзене, в конце концов, в буддизме. Этих техник огромное количество. НЛП – техника была создана как паразитическая система. То есть она связана с навязыванием, снушением кому-то, чего-то. То есть в магии тоже есть такие техники. Поэтому я не рекомендую вам использовать технику, которая изначально была создана как паразитическая. В любой технике основой является морально-нравственная база. То есть этика. Если этика соблюдается, то систему можно использовать. В НЛП-технике, как такой нравственной техники, не существует в принципе. Там есть задача захватить ресурс. То есть паразитическая, хихническая идеология. Поэтому есть люди, которые могут иногда эти вещи использовать. Но это опасно. Это как пытаться использовать 10 заповедей для того, чтобы жить правильно. Есть люди, которые умудряются, опираясь на это, как-то что-то делать. Но это тоже опасно, потому что это очень плохая опора. Это как, знаете, есть такая ситуация, когда на воде собирается мох и появится поверхность. Их называют полуплывуном. То есть там мох, под ним что-то еще, на нем могут растут деревья, и он так на воде стоит. И по нему, в принципе, можно ходить. Я в детстве, когда был маленький, ходил с полуна, ловил рыбу. То есть можно ловить. Но это почва, которая в левомене может провалиться. Вы чуть-чуть сильнее нажмете, подпрыгнете чуть-чуть, падете, и вы провалитесь в воду. Вот эти техники, если вы пытаетесь как-то их использовать для себя, не создавая вреда, вы ходите по полуну. То есть это большой риск. Если он очень мало оправдан. Во-вторых, у техники НЛП нет будущего. Типа НЛП нет будущего. То есть у вас есть потолок, дальше которого вы не пойдете. Если вы используете какую-то практику, эта практика должна вас вести, говорится, к Богу. То есть это, знаете, как дерево, которое растет до вечности. Дерево, которое упринется в потолок, и все. Это как, например, культуризм. Неплохая, в принципе, вещь, но у него есть потолок. Есть физиологический потолок мышечной массы, например. И дальше определенного уровня вы не пойдете. Если вы хотите заниматься развитием, найдите себе что-то, что не имеет потолка, что упирается в возможность реализовать себе качество творца. И для этого техник достаточно. Поэтому НЛП, созданное паразитами, его очень сложно использовать, получив какую-то проблему. Я не принципиально против того, что некоторые люди умеют какие-то вещи использовать, но это опасно. Это ваш способ жить хотя бы по полуну. То есть вы приличненько рискуете. То есть вы можете сорваться в ненужный момент, и все, что вы делали, будет для вас в большей степени потеря ресурса, чем получение пользы. Поэтому найдите что-то более естественное. Паразитические вещи, некоторые из них могут использоваться только магами, и только при очень тонком видении и очень высоком самоконтроле. Черная магия иногда используется против самих демонических существ. То есть берется не в чистом виде черная магия, а берутся некоторые техники, которые будут на черных магах работать как черная магия. То есть тогда, когда человека нельзя высветлить, и он просто уничтожается тем, что он делает сам. И иногда маги эти вещи используют. Ну, белые маги, наверное, подобные вещи не часто, но используют. Вот для вас я не рекомендую использовать такую вещь, как НЛП. Потому что если ваш психотип такой, что вам нужно использовать какие-то психологические практики, то найдите ли я что-то, что не будет так опасно. Есть какие-то НЛП, он развивает в человеку определенное мировоззрение, которое не соответствует понятиям этики, понятиям гармоничного человека. И рано или поздно у вас будет такая ситуация, когда вас будут спихивать уже, будут раскручивать, начнут раскручивать ваше эго и спихивать вас паразитизм. И вы эту грань не можете не почувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова